Если мы посмотрим на наш мозг, если бы его можно было так достать и глянуть на него, то мы бы увидели, что есть нижняя часть мозга и верхняя часть мозга, правое полушарие и левое полушарие, передние части нашего мозга — это лобная кора, префронтальная кора и задняя часть нашего мозга. Вот на самом деле, каждая из этих составляющих, которых я вам сейчас перечислил, играет свою роль и решает свою задачу. И они расположены, как мы уже заметили, попарно. И на самом деле эти пары с друг с другом постоянно общаются. В книге «Машиномышление» я называл эти пары парами зеркал, потому что одна и та же информация, обрабатываемая, например, в нижнем мозге и в верхнем мозге, получает совершенно разную интерпретацию. И дальше наш внутренний монолог, наша внутренняя дискуссия, она разворачивается, по сути дела, между двумя самостоятельными агентами. Первым агентом являются подкорковые структуры. Это наш такой лимбический мозг. Уолтер Мишелл, автор знаменитого эксперимента Машмарлоу-теста, называл этот мозг горячим. Но та же информация, попав в лобную кору, в префронтальную кору, воспринимается нами иначе, более рационально, более рассудочно. И здесь это холодный мозг. И вы хорошо знаете по себе, например, что если вы решите ограничить себя в потреблении сладкой пищи, то у вас горячий мозг, ваша «хочуха» будет постоянно находиться в траве и говорить вам, смотри, сладкое, смотри, вкусное, оно немедленно возьми три штуки. А что-то другое в вас говорит, нет, мы приняли решение, нам сладкое не нужно, сладкое вредно, сахар белая смерть и так далее. И это с вами говорит ваша префронтальная кора. И вот в этой дискуссии рождается огромное количество наших проблем и большой объем нашей внутренней жизни. Зачастую, в общем, достаточно бессмысленные, потому что, как вы понимаете, эта дискуссия вряд ли приведет к чему-то хорошему. Чаще, к сожалению, горячий мозг побеждает холодный, а иногда холодный побеждает так, что горячий впадает в депрессию, вот этот подкорковые структуры, и отказываются, так сказать, испытывать удовольствие, радость. И дальше в одиночестве холодный мозг лобной коры думает, ах, как же все пошло не по плану. Вот такая пара зеркал в нашем мозге, большая часть нашей внутренней жизни.